Спасибо большое, что пригласили поучаствовать. Я бы хотела начать с введения, с временем напоминания и постановки задач. Здесь указан план. Поток нейтриновысоких энергий активно изучается, под высокими, я буду понимать, от нескольких терроэлектронвольт и нескольких квадроэлектронвольт. Благодаря таким обсерваториям, как BATEL-GVD, KM3NET, IceCube, которые работают как раз в таком диапазоне. Напомню, как происходит регистрация нейтрина. Когда нейтрина пролетает через детектор, взаимодействует с молекулой воды, при этом рождается заряженная частица, которая пролетает через детектор и при этом возникает черенковское излучение, которое регистрируется оптическими модулями. Эти оптические модули снабжены фотоэлектронными умножителями, они погружаются в толщу воды или льда на глубину не менее километра, чтобы использовать верхний слой как щит, который задерживает большинство других частиц. хорошо доказано существование таких нейтрина с высокими энергиями, но при этом их происхождение до сих пор активно обсуждается. Существует предположение, что часть нейтрина рождается в основном сфере Земли, часть имеет астрофизическое происхождение. Среди астрофизических нейтрина есть те, что рождаются в галактике, какие-то имеют внегалактические происхождения, например, приходят от глазаров, то есть активных ядер галактик парсекового масштаба, которые излучают джет под небольшим углом к наблюдателю. Так, связь нейтрина с глазарами обнаружена как для индивидуальных источников, так и для целого класса источников. Например, первым лазаром, который был ассоциирован с нейтриным событием 17.09.22, SQ в 2017 году был TXS на 506.56. Наиболее вероятная энергия была оценена в 290 ТЭП. Когда SQ проверил свои архивные данные, это выяснилось, что с 2014 по 2015 год наблюдалась также в том же направлении вспышка из нескольких десятков нейтрина, среди которых были и частицы с энергиями порядка ТЭП. Кроме того, Байкал-ГВТ в 2021 году сообщил о наблюдении каскада примерно в том же направлении с энергией 224 ТЭПа. Но так как мы про каждое нейтриное событие не можем однозначно сказать, какое именно оно происхождение имеет, наиболее убедительные доказательства подобной связи получают из статистического анализа. Так была показана связь блазаров как с нейтрино наиболее высоких энергий, так и с полной выборкой нейтрино, среди которых преобладают нейтрино с более низкими энергиями. Под высокими энергиями я буду понимать более 200 ТЭП, под более низкими где-то 10 ТЭП. Здесь я также указала статистическую значимость данной ассоциации. Для высоких энергий она получилась 36 С, а для всех, среди которых более низкие преобладают, 4,1 С. Но так как этот результат получен статистически, мы не можем точно утверждать тот блазар, который способен излучать высокоэнергетичные нейтрино, он же способен излучать и нейтрино с более низкими энергиями, или все-таки такие частицы образуются в разных популяциях блазаров. Поэтому наша задача состоит в том, чтобы проверить, не происходит ли такое, что блазар одновременно может рождать как высокоэнергетичные нейтрины, так и низкоэнергетичные. Теперь я, перед тем, как переходить к самому статистическому методу, который использовался, расскажу про те данные, которые использовала в анализе. Изначально у нас было 71 событие из статьи Пламплайна 2023 года. Здесь уже указано число событий после того, как мы убрали те, для которых не было информации про совпадающую низкоэнергетичную нейтрино вспышку, и одно событие, которое совпало с атмосферным сигналом. Также уже после выхода этой статьи появились сообщения в архиве циркуляров о наблюдении еще двух нейтриных событий, которые подходили под те критерии, которые также указаны в этой статье. То есть суммарно в нашем анализе использовалось 60 высокоэнергетичных нейтриных событий. Для того, чтобы определить... Я прошу прощения, Алис, а может быть коллегам будет полезно? Я вот на экране, мне кажется, не вижу. Вы не могли бы повторить еще раз вот эти вот критерии, каким образом однородно отбирались нейтриные события? Спасибо, это важно. Хорошо. Энергия более 200 ТЭФ, высокое отношение астрофизического сигнала к атмосферному, высокая точность реконструкции, насколько я помню, меньше 10 квадратных градусов, ошибка, и так далее. Спасибо. Для того, чтобы установить связь высокоэнергетичных нейтрино с блазарами, мы использовали плотность потока радиоизлучения от источников, наблюдаемых в РСДБ. Эти данные мы находили в РСДБ. Критерии отбора, которые использовались, это частота наблюдений в 8 ГГц и плотность потока радиоизлучения больше либо равна 15 соток янских. После всех отборов число источников, которые использовались, оказалось 3411. И для каждого нейтринного события мы должны рассчитать среднюю плотность, среднее геометрическое плотности потоков радиоизлучения от тех источников, которые попали в область неопределенности направления прихода данного высокоэнергетичного события. Процедура поиска вот этой ошибки, она точно такая же, как была и вот в указанных статьях. То есть на данный момент у нас есть 60 значений средних поднестей потоков от радиооблазаров. Далее мы хотим установить связь высокоэнергетичных нейтрино с низкоэнергетичной нейтриной вспышкой. Для этого использовались значения T-Value, но мы использовали минус-логарифм T-Value, десятичный логарифм, и называли это для простоты и вероятности вспышки. Так, изначально для тех событий, которые появились с 2021 по 2022 год, мы брали эти данные из архива циркуляров, а позже, когда вышла статья S-Cube, мы также добавили те, что с 2011 года по 2020 год появились. Таким образом, у нас есть два набора данных. Это средняя плотность потока радиозвучения для каждого высокоэнергетичного нейтринного события и значение вероятности вспышки тоже для каждого высокоэнергетичного нейтринного события. Для того, чтобы проверить, не происходит ли такое, что те блазары, которые излучают высокоэнергетичные нейтрины, способны излучать также и нейтрин с более низкими энергиями, мы должны проверить корреляцию этих двух наборов данных. Можно перед статистическим анализом провести некоторые предварительные анализы этих данных, нанеся точки на график, где по вертикальной оси отмечена вероятность вспышки, а по горизонтальной плотности потока радиозвучения. Таким образом, где у нас L, для тех событий, для которых L равняется 0, в этом направлении точно не было дополнительной нейтринной вспышки. А для тех событий, для которых плотность потока равна 0, для них не было ассоциированных глазаров. Естественно, для тех, для которых и то, и то равна 0, не было ни вспышки, ни ассоциированных глазаров. Можно заметить, что среди тех событий, для которых вероятность вспышки не равна 0, среди них 11 с плотностью потока не равны 0. То есть это 92%. А среди тех событий, для которых вероятность вспышки равна 0, это 48 событий, среди них 19 с плотностью потока не равны 0. То есть это 40%. Это примерно то, что мы хотим наблюдать, если наблюдается корреляция тех двух наборов данных. Можно вопрос здесь? Здесь вероятность, она ненормирована, да? То есть мы их можем сравнивать друг с другом, но приписывать им какой-то смысл в этой бухлечке мы не можем. Да. Далее я перейду к самому статистическому методу. Мы хотим проверить нулевую гипотезу, то есть наоборот найти вероятность того, что ассоциация высокоэнергетичного нейтрина с глазарами никак не связана с низкоэнергетичной вспышкой нейтрина. Мы для этого вводим тестовую статистику. Это просто какое-то число, которое определяет, устанавливает корреляцию между двумя наборами данных. Самая простая тестовая статистика, используемая в анализе, мы ее можем ввести так, как не знаем, как связаны как раз-таки свойства нейтриной вспышки с величиной вероятности вспышки, но точно знаем, что если вероятность вспышки равна нулю, то ее не было. Соответственно, можно ввести тестовую статистику как отношение средней плотности потока радиоизлучения от тех источников, которые попали в область неопределенности направления прихода высокоэнергетичного события с L не равна нулю, к плотности потока для тех высокоэнергетических событий, для которых L равно нулю. Также использовались стандартные тестовые статистики. Это тест рангелы корреляции Спирмана и еще Кендл. для того, чтобы мы хотим проверить, насколько... Мы используем метод Монте-Карло для того, чтобы проверить, как часто данная, тестовая статистика, почти для реального набора данных, или выше, может возникнуть случайно. Более подробно, как эта процедура проходит, мы каждому реальному событию из изначального набора данных присваиваем случайное прямое восхождение при сохранении склонения, ошибки и величины L. То есть это стандартный способ, с помощью которого получают случайный разброс внутренних событий на небе в IceCube, потому что обсервитория находится на полюсе, и чувствительность детектора зависит только от склонения, а любая зависимость от прямого восхождения пропадает из-за вращения Земли. Таким образом, мы создаем искусственные наборы данных из 60 высокоэнергетичных событий. Для каждого искусственного нитридного события мы ищем совпадающие блазары и рассчитываем плотность потока радиозлучения и рассчитываем ту же самую тестовую статистику. Таким образом, мы получаем распределение тестовых статистик, полученное из предположения, что оно не связано с регистрацией нейтрина. Здесь в красной вертикальной линии отмечена та тестовая статистика, которая посчитана для исходного набора данных, то есть она связана с регистрацией нейтрина. Величину вероятности случайной корреляции тех изначальных, тех двух наборов данных, мы вводим как долю тестовых статистик равных или превышающих рассчитанную, ту тестовую статистику, которая рассчитана для реального набора данных. И видим, что каждый тест дает приблизительно равную, небольшую вероятность случайной корреляции этих двух наборов. Мы выбираем самую большую вероятность случайной корреляции, то есть самую маленькую значимость, которая у нас получается равна 3,6 сигма. То есть какой вывод? Мы получаем, что вероятность низкоэнергетичной нейтринной вспышки выше для тех высокоэнергетичных нейтринных событий, которые ассоциированы с глазарами. Далее я хотела бы обсудить эти результаты, их применение. В статье Ice Cube 23 года проводился подобный анализ. Они тоже искали корреляцию между высокоэнергетичной нейтринной и низкоэнергетичной нейтринной вспышкой, но при этом они использовали набор данных без отбора по ассоциации с глазарами. И никакой значимой корреляции они не обнаружили. То есть мы здесь видим 34. Вторая строчка к нам относится. Мы же один день использовали. А, ну да, мы использовали, да, один день, 12%. То есть по сравнению с нашим результатом это довольно много. Но в этом нет противоречия с нашим результатом, потому что мы использовали тот набор, который предварительно был проассоциирован с глазарами. То есть в данном случае ассоциация с глазарами является решающим фактором для наблюдения данного эффекта. А это придает больше уверенности в том, что действительно глазары являются источниками нейтрины. Также стоит отметить, что наш полученный эффект не определяется единственным источником. Например, если говорить про текстозный 5х6-5х6-56, который самый известный наверх, он и для ассоциированной нейтрины 17-9-22А, оно не сопровождалось вспышкой, совпадающей нейтринной вспышкой. А самый большой вклад в значимость корреляции вносит источник ПКС-17-31-0-38. С ним было ассоциировано целых два нейтринных события, причем каждая из них сопровождалась низкоэнергетичной нейтринной вспышкой. Но даже если убрать эти два события, то значимость все равно останется довольно большой, 3 сигма. Можно провести некоторую... А что значит, что 0,5-0,6 плюс 0,56 не вносит вклад в наблюдаемый эффект? Потому что то нейтринное событие, которое было с ним ассоциировано, не сопровождалось низкоэнергетичной нейтринной вспышкой, а мы как раз-таки ищем корреляцию между этими. Понял, спасибо. Все-таки, да, вопрос. Насколько я понял из комментария Сергея, в итоге вы смотрели только те низкоэнергетичные нейтрины, которые приходили в пределах плюс-минус 1-9, да? А думали ли вы или планировалось какой-нибудь анализ сделать, чтобы использовать вообще все нейтрино низкоэнергетичные, которые с этого направления приходили? Или в этом нет смысла? А это аскрюбовцы сами делают. А, все это. Вот, собственно, мы используем... Они вот печатают, опубликовали только вот эти три. Вот видите, тайм-интегрейтед последнее. Это все время. Да, это они, значит, как бы сами перепахали, ничего не нашли, но... Ну, то есть, в принципе, сейчас можно взять из вот тайм-интегрейтед их всех, выбрать... Ну, можно повторить, да, мы не делали этого. Да, можно вообще-то все повторить. Кстати, хорошая идея. Спасибо. Далее можно провести некоторое сравнение оценки доли нейтринорожденных в глазарах с экспериментальными данными. Все это очень приближено, но, тем не менее, в статье плана 23-го года проводилась оценка доли атмосферных нейтрино среди всех регистрируемых. Она получилась приблизительно равна 1-3. То есть для нашего набора это 20 из 60. Также в статье Ковалева 20 была проведена оценка астрофизических нейтринор, которые имеют галактическое происхождение. Она получилась равна 28 плюс минус 9. То есть для нашего набора это 11 плюс минус 4 из 40. Также проводилась оценка доли астрофизических нейтринор, которые образуются в глазарах 28,5% для нашего набора 11. Это для высокоэнергетической нейтрино. Если посмотреть на низкоэнергетичную нейтрино, то также были проведены оценки, по которым доля среди астрофизических нейтринор, пришедших те, которые пришли от глазаров, она получилась равной 25%. А в статье меньше либо приблизительно равна 30%. То есть мы видим некоторую согласованность данных оценок. И несмотря на то, что в нашем наборе была небольшая статистика, то есть мало источников и неопределенности все-таки довольно большие. Но если сравнивать, то по оценкам получается 11 из 40 неприятных событий рождаются в базарах. А если посмотреть на наши данные, то 12 из 12 событий, для которых вероятность вспышки не равна нулю, а среди них 11 ассоциированных с базарами. То есть в целом есть некоторые совпадения. и в конце... Можно вопрос о том, что 28% цифра эгологической инферии, связанной с базарами, ну, это не сильно случайно. То есть ожидает как-то физические самопрожения. даже без свободных акций. Да нет, это случайно совпадение. здесь живут ошибки-то большие. Ну, там всего 70 событий. Да, потому что маленькая понятная самая цифра вот прям. Да, случайно. Так, и в заключение хотела рассказать про то, какое применение наше результат может... Как можно наш результат применить к механизму образования нейтрино? Мы получили, что по нашему результату, допустим, как нейтрино 300, которая имеет энергию 300 ТФ, например, и 10 ТФ, они образуются в одном и том же источнике. Но для образования нейтрино с такой разницей в энергиях требуются различные условия в источнике. Предполагается, что нейтрино в блазарах образуется в результате по гамма взаимодействия. То есть основным каналом этой реакции является резонансное рождение дельта плюс бриона. И если по этой цепочке реакции оценить энергию исходного фотола по энергии рожденного нейтрино, то можно заметить, что для образования нейтрино с энергией 300 ТФ и нейтрино с энергией 10 ТФ требуются фотоны с энергией отличающиеся в 30 раз. А это говорит о том, что в таком случае спектр фотонов мишеней в блазаре должен быть широким. Ну и действительно, если для образования нейтрино с энергией приблизительно 1 ТФ требуется фотоны из жесткого рентгеновского диапазона, а такое излучение действительно наблюдается в направлении радиоглазаров. А не проще два протона рассматривать? Два протона это такое взаимодействие обеспечивает наиболее самые большие энергии, более ТФ в нашем анализе искалась ассоциация с низкой энергичной нейтрино. Но это зависит от энергии протонов, если они маленькие, то энергия нейтрина будет маленькая. вообще при прочих равных если есть какой-то энергичный протон, ему больше вероятность просто взаимодействовать с латоном. Просто потому, что в центральной области блазаров там много излучения, а вещества не очень много. Хотя есть работа Семикоза Неронова, которые объясняли вот эти наши радиоблазары через ПП взаимодействия. Но формальный, наверное, вот сейчас давайте мы у Алисы и Сергея уточним формальный ответ на вопрос Ирия Андреевича. Наверное, следующий. Для того, чтобы повторить результат Алисы и Сергея наблюдательной с помощью взаимодействия двух протонов, нужно иметь широкий спектр, энергетический спектр распределения протонов. Правильно ведь? Да. Формально тогда можно это получить, но просто мы не совсем так, Юра, потому что здесь у нас резонансный процесс через дельта идет, а процесс ПП рассеяния, он, так сказать, такого резонансного характера не имеет, его сечения, поэтому для них, ну да, в принципе, кинематика, кинематические выражения можно написать, но там не будет такого вот прям яркой, взаимно однозначной связи, как здесь вот в красной рамочке написано, там будет, ну из-за того, что дельта не участвует, видите, здесь в формуле стоит М дельта в квадрате, а там не будет такого вот, поэтому там будет как бы это размыто будет. А в церковь, понятно, спасибо. Ну что я понимаю, что... Ну, казалось бы, раз мы все равно протоны имеем, да почему мы нам этот же протон с таким же протоном не провзаимодействуем? Он уже есть, а гамма еще голова должна болеть, чтобы они были. Но их мало, Юрий Аль. Нужен второй протон, тебе нужен второй протон. Ну так раз есть один, то второй-то точно будет? Ну все равно мало их. фотонов, а на него будет десяток этих фотонов попадется. Но это такая особенность чисто вот этих центральных парсеков, вроде как люди учат нас. Если мы возьмем, например, какую-нибудь не Блазар, а какую-нибудь такую простую, простенькую галактику типа НГЦ-1068, Сайфертовскую, там будет ПП вовсю работать. Там будет побольше этого вещества, поменьше излучения. Так, коллеги, мы уже ушли в дискуссию за один слайд до завершающего. Алиса, простите, пожалуйста, давайте мы перейдем на ваше заключение, а потом дискуссию продолжим. Ну, в целом я подокладываю все.